Мы все помним происшествие в середине мая этого года, которое вызвало большой общественный резонанс, когда двух 14-летних девочек на пешеходном переходе в районе школы номер 21 сбил автомобиль «Дамас». Одна из девочек, к сожалению, впоследствии скончалась в больнице от нанесенных в результате ДТП повреждений. Детский организм не смог перенести тяжести полученных травм. Такое тяжело забыть не только родителям, но и всем неравнодушным людям. 24 июля состоялся суд над виновником этого дорожно-транспортного происшествия. Согласно материалам уголовного дела, 15 мая текущего года примерно в 7 часов 50 минут утра 19-летний Сейджон Хидиров двигался по улице Тенчлик на принадлежащем его отцу автомобиле «Дамас». В районе школы номер 21 он проигнорировал запрещающий сигнал светофора и, продолжив движение, совершил наезд на двух девочек 2009 года рождения, учащихся 7 класса, переходивших дорогу по пешеходному переходу, ударив их передней левой частью автомобиля. С помощью прохожих он усадил девочек в машину и доставил их в центральную городскую больницу, где им была оказана первая помощь и их поместили в реанимационное отделение. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у одной из девочек были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга первой-второй степени, ушиб лобно-височной части, подкожные гематомы, рваные ранения в области правого коленного сустава. Данные повреждения относятся к категории травм средней тяжести. В тот день мы с подругой шли по направлению к школе, подойдя к пешеходному переходу, нажали на кнопку и ожидали сигнал светофора. Когда загорелся зеленый свет для пешеходов, мы начали переходить через дорогу. Машины нас пропускали, но внезапно из-за автобуса выехал Дамас. Сам момент удара я не помню. Очнулась уже в больнице, рядом со мной лежала подруга, и нам оказывали помощь врачи. У второй девочки были зафиксированы открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, кровоизлияние в мозг, травмы живота, перелом правой стороны таза, отек головного мозга, множественные кровоподтеки и гематомы по всему телу. Такие повреждения относятся к категории тяжелых травм, и впоследствии именно они привели к смерти пострадавшей спустя 9 дней после происшествия. Если этот молодой человек действительно сожалеет о своем поступке, он, как мужчина, должен отбывать срок наказания, назначенный судом, не пытаясь выйти досрочно, чтобы в тех местах у него была возможность все обдумать, переосмыслить. «Я – мать, которая потеряла ребенка. Никому не пожелаю пережить такую боль. Пусть данный случай станет примером как для родителей, так и для водителей. Не обесценивайте человеческое достоинство. Будьте внимательны и осторожнее на дорогах. Мальчик выйдет на свободу через несколько лет, но дочь нам уже никто не вернет». Согласно заключению судебно-автотехнической экспертизы, водитель автомобиля «Дамас» имел техническую возможность предотвратить дорожно-транспортные происшествия в случае строгого соблюдения им правил дорожного движения, в частности, значений сигналов светофора, дорожных знаков и разметки. В суде подсудимый полностью признал свою вину, рассказав, что получил водительское удостоверение в июле 2022 года и практиковался в управлении на различных автомобилях, а с сентября того же года ездил на отцовском «Дамасе» по своим делам и иногда занимался перевозкой пассажиров на маршруте номер 34 городского транспорта. В ходе заседания вина подсудимого подтвердилась показаниями пострадавшей, показаниями законных представителей, признательными показаниями самого подсудимого, видеоматериалами, взятыми из интернета, заключениями судебно-медицинских и судебно-автотехнической экспертиз. На основании указанных выше и исследованных в судебном заседании доказательств было установлено, что подсудимый Сейджон Хизиров грубо нарушил правила движения транспортных средств и их использования, в результате чего совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть одного человека и ранение второго. Учитывая вышесказанное, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, и в качестве наказания приговорил его к лишению права управлять транспортными средствами в течение двух лет и к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Я не согласен с приговором суда. Как минимум, подсудимому должны были дать 10 лет с отбыванием наказания не в колонии-поселении, а хотя бы в общем режиме. И вообще, я считаю, домасы нашему городу не нужны. Я один из тех, кто пострадал от этого вида транспорта. А сколько еще таких людей? Была информация, что в Алмалык доставлены автобусы, но почему-то на дорогах их не видно. Пора менять структуру общественного транспорта. Это в интересах каждого жителя. В целях нашей же безопасности. Согласно законодательству, стороны вправе обжаловать приговор в течение двух недель после его вынесения. Для того, чтобы знать, в какую сторону повернет ход событий, продолжайте следить за новостями на телеканале ОКМК-ТВ.